И Максим Аверин. Хорошего дня. И вам. Спорт на страже экономии. В Париже местные паркурщики решили оригинально напомнить магазинам о том, что на ночь свет в витринах и на вывесках надо выключать. И если лет 20 назад эти отважные ребята убегали по крышам от полицейских, снимались в боевиках и вообще покоряли мир, то теперь они используют свои навыки, чтобы помогать властям не растрачивать зря электричество. Экстремалы карабкаются по стенам и трубам и гасят одну за одной сверкающие по ночам парижские рекламы. Ну а те, кто днями и ночами сидит за компьютером, точно получат проблемы на свою голову, а точнее на шею. От боли в ней по статистике страдает две трети человечества. Как сохранить шею с помощью очень простых упражнений? Сейчас покажет вам Сергей Егоров. На этих кадрах свою мощь демонстрирует всемирно известный силач Валентин Дикуль, прославившийся своей способностью выдерживать огромные физические нагрузки. Под аплодисменты зрителя он выполняет фирменный трюк, подбрасывает пушечное ядро и ловит его основанием шеи. Впрочем, чтобы проверить шею на прочность, совсем не обязательно использовать увесистые спортивные снаряды. Достаточно просидеть в статичной позе за компьютером несколько часов. Для преподавателя информатики Ольги Федоровой подобная нагрузка – часть трудовых будней. Теряется при длительной работе правильное положение, правильная осанка, и отсюда возникает боль в шейном отделе. Но еще напряжение в области шеи может оказаться не таким уж и безобидным. Оно нередко свидетельствует о том, что мышцы перестают справляться со своей работой и перекладывают часть статической нагрузки на хрупкие позвонки шейного отдела. Главная причина болей – эти мелкие фасеточные суставы. 70-80% болей связаны с патологией этих суставов, которая возникает в результате длительным сидением за компьютером, сном в неправильном положении, когда мы напрягаемся и фиксируем эти шейные суставчики. Жизнь любого сустава – это движение. Если не будет движения, там возникает сначала боль, а потом и явление артроза. В перспективе статические перегрузки грозят ухудшением подвижности позвонков, общим снижением работоспособности, головокружением. Чтобы избежать столь негативного сценария, совсем не обязательно бежать в тренажерный зал. Выполнить гимнастику для шеи можно, не вставая с рабочего места. Начать следует с самомассажа. Начинаем такими круговыми движениями, массируя сначала затылочную область, немножечко спускаясь по шее чуть вниз. К массажу реабилитологи советуют добавлять наклоны головы в стороны, которые помогут растянуть забитые мышцы шеи. Взгляд вперед, подбородочек получается параллельно полу. Из этой позиции начинаем ухом пытаться наклониться к плечу, при этом подбородок остается как он был. То есть тянем, максимально, сколько получилось ухо наклонить, голову наклонить, почувствовать натяжение по противоположной стороне. В таком положении голова удерживается около 20 секунд. Далее повторяем в другую сторону. Это упражнение, помимо прочего, позволяет размять шею перед более сложным движением под названием «факир». Руки через сторону поднимаются вверх, ладошки соединяются над головой. Сдавливаю ладони, поворачиваю голову максимально в сторону. Удерживаю секунд где-то 20-30. Закончить гимнастику можно другим статическим упражнением, которое используется для улучшения осанки в йоге и пилатесе. Давим ладонями на макушку, создавая статическое напряжение. Держим такое статическое напряжение примерно в течение 20 секунд. Ослабили руки. И в этом положении макушкой тянемся вверх. Помимо гимнастики, йоги советуют периодически практиковать минутную медитацию. Это поможет снизить общий уровень стресса, который, как известно, является источником многих болезней. И болезни шеи не исключение. Держи.